Татьяна Черткова Расскажите подробнее об изменениях. Какие изменения? Вообще, на самом деле, прежде чем согласовать рекламу на фасаде здания, есть определенная процедура. И одно из – это как раз непосредственно согласование собственниками всего многоквартирного здания. Что сейчас изменилось? То есть это правило уже было введено или что-то уже сточилось? Это уже было, на самом деле, введено. Вообще вся реклама на фасадах зданиях, она запрещена, баннерная реклама. Если вы заметили, что город стал намного краше, 25 октября 2016 года вступило постановление 958-е о стандартных требованиях к размещению вывесок. И, соответственно, всю незаконную рекламу демонтировали. А новый закон вводит какие-то изменения? Или он просто как фиктивный документ? Или все-таки что-то закрепляет? Я считаю, что это просто как документ дополнительный. Потому что в любом случае, если мы говорим о рекламе на помещение здания, необходимо согласование со всеми собственниками. Смотря какое помещение. Такие правила были введены только на региональном уровне? Или это касалось всех регионов до этого? На федеральном уровне не могу сказать. У нас это точно было в Пермском крае. Так как мы работаем только в Пермском крае. То есть для Пермис существенных изменений не будет? Нет, я считаю, что нет. В процентном соотношении сколько нужно получить процент согласия, скольки собственников для того, чтобы разместить рекламу на фасаде или баннер на фасаде жилого здания? Ну, стопроцентная. То есть 100%. Все собственники должны быть абсолютно согласны. А насколько это ограничивает рекламщиков? Вообще размещение рекламы на фасаде здания, она запрещена. И уже с 2019 года почистили город. И практически рекламы никакой нет вообще. То есть говорить о том, что насколько это сугубится или еще что-то, ну просто нет смысла, потому что она запрещена и все. То есть в регионе практически изменений нет? Нет. А вот с 2019 года стало ли заметно изменение цены на другие виды рекламы из-за того, что вот такой вид запретили? Потому что раньше это было распространено. Вообще, если вы заметили, что у нас город от рекламы в принципе почистился, у нас сократились рекламные площадки в виде магистральных счетов, их стало намного меньше. У нас сократились площадки на общественном транспорте. Сейчас все автобусы оклеены в пирамский период. В принципе, реклама носителя сократилась. Из-за этого какие последствия вы ощутили на себе? Какая динамика цен? Может быть, спрос изменился? Если мы говорим про какой-то рекламоноситель, то нужно его отдельно на эту тему поднимать. Что касается размещения рекламы, допустим, на общественном транспорте, наша компания на протяжении 12 лет занимается этим видом рекламы. Я могу сказать, что спрос упал на рекламу. Упал почему? Потому что сейчас запретили всю рекламу на общественном транспорте и, возможно, к размещению только реклама на мониторах. Если говорить о том, какой самый популярный сейчас вид размещения рекламы, что это? Самый популярный? Сложно так сказать. Очень много изменений в последнее время. И спрос на рекламу в целом, и сокращение бюджета с 2020 года существенно сократились. Если мы сравниваем, берем разрезы 2018-2019 год. А если говорить о последствиях кризиса сейчас, есть ли какие-то изменения? То есть или все-таки реклама эта коснулась не так остро? Коснулась, конечно. Могу сказать только за нашу компанию. Нас очень коснулась, во-первых, эта транспортная реформа, которая была в 2020 году. У нас практически сократились рекламные площадки. То есть у нас до этого было размещение рекламы на общественном транспорте, это борта, задние окна и внутренняя реклама. То сейчас этой рекламы нет. Остались только мониторы. То есть площадки сократились просто в раз в 10. А вот что касается торгово-развлекательного центра Аймолос Планада, там есть реклама на фасаде. Это не подходит под закон? Это нечто иное? На самом деле реклама разрешена при этапе строительства, проектирования. Но экраны должны занимать не более 50%. То есть все-таки, если на этапе застройки девелопер хочет сделать... Проектирование даже как? Проектирование и согласование. На этапе проектирования, если он предусматривает, что на фасаде будет реклама, здесь согласие собственников уже не нужно. Какое согласие собственника? Это торговый центр. А если мы говорим про жилую недвижимость, это уже другое? Если мы говорим про жилую, конечно, это совершенно другое. Там необходимо все-таки согласие с собственником именно помещения. Много квартирного дома, можно так сказать. Спасибо, Татьяна. Напомню, что о федеральном законе, ужесточающем размещение рекламы на жилых зданиях и его влиянии на отрасль в Перми, мы говорили с Татьяной Чертковой, директором по развитию рекламно-производственной компании «Реклама-59». Татьяна, спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин